В этом видео сделаем вот такую простую анимацию вращения шестеренок. Для этого проверим в настройках нашего блендера. Поставили мы галочку напротив аддона дополнительные объекты Extra Objects. Он тоже есть по умолчанию в нашем блендере, но нужно проверить, включен ли он у нас. Если включен, тогда при добавлении объектов у нас будет появляться вот такое дополнительное поле шестеренки Gears. Разворачиваем по оси X, Enter, затем нажимаем Shift-D, дублируем нашу шестеренку, отодвигаем в сторону, Enter. Немножко разворачиваем ее по оси Y, для того, чтобы шестеренки, зубья шестеренки, они не вставали между друг другом. Для этого достаточно развернуть ровно на 15 градусов. R, Y, 15. Нажимаем Enter. Enter. Ctrl-A, Rotation. Теперь выставляем первый кадр для нашей анимации. Выделяем первую шестеренку клавиша и выставляем ключевой кадр для каждой из этих шестеренок. Клавиша I, Location и Rotation. Перемещение и вращение. Точно так же вторая шестеренка клавиша I, Location и Rotation. Теперь выставляем последний кадр нашей анимации, 250. Переходим в свойства объекта и по оси Y выставляем угол вращения 720 градусов. То есть на 720 градусов вот так вот должна будет прокрутиться в течение 250 кадров наша шестеренка. Выставили и не забываем выставить так же, закрепить значение этого кадра. Клавиша I, Location и Rotation. Вот. Если у нас появился вот такой квадратик здесь, значит мы закрепили это вращение. Вторая шестеренка. Также по оси Y, но теперь нам нужно в обратную сторону, чтобы крутилась шестеренка. Первая у нас крутится по часовой стрелке, а вторая будет крутиться против часовой стрелки. Для этого нам нужно выставить значение минус 720 градусов. Клавиша. Видим, что у нас здесь нету. Еще ключевой кадр не выставлен. Мы только приготовили значение для него. Клавиша I, Location и Rotation. Ключевой кадр у нас появился. Проверяем. Прогоняем нашу анимацию. Как видим, все работает. Продолжение следует...